Оленеводов Ненецкого округа поддержат рублем вопрос об увеличении ряда социальных выплат оленеводам, чум работницам и членам их семей, был рассмотрен окружными парламентариями на заседании постоянной комиссии по делам Ненецкого и других малочисленных народов Севера, экологии и недропользования. Всего в повестке значилось три вопроса, которые будут вынесены для принятия на ближайшей сессии. Принять сразу в двух чтениях планируется законопроект об оленеводстве в Ненецком округе. В частности, он касается увеличения ряда социальных выплат. По действиям этого закона на тысячу рублей вырастет регулярная выплата оленеводам и чум работницам и будет составлять три тысячи рублей. Десять тысяч рублей составит доплата к пенсии мужчинам и женщинам, занятым в отрасли и достигшим пенсионного возраста 50 и 45 лет соответственно. Кроме того, до двух тысяч рублей увеличатся стипендии оленеводам и детям оленеводов, обучающимся в высших и средних учебных заведениях. В 2018 году это год оленеводства объявлены, и такие решения приняты в увеличении в кратном размере. В основные мероприятия с поддержкой увеличиваются на 4% на инвестициях. Есть такие решения, чтобы увеличить кратное. Матвей Чупров, возглавлявший комиссию по делам Ненецкого и других малочисленных народов Севера, отметил, что увеличение социальных выплат жителям тундры, задействованным в оленеводстве, более чем справедливое. Мы должны помнить о том, что вопрос получения социальных выплат для многих оленеводов – это очень большой доход, это реальные деньги, которые они получают, так скажем, карманы, которые они могут потом купить. Одежду для детей, одеться, продукты питания купить. Действия этих нововведений начнутся с января 2019 года. Дополнительные расходы на реализацию данного законопроекта учтены в проекте бюджета на следующий год. Также решено внести и принять в первом и втором окончательном чтении проект закона об установлении на 2019 год коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда на территории Ненецкого округа. Данным законопроектом планируется увеличить размер фиксированного платежа для иностранных граждан на территории региона. Он составит 8 тысяч рублей в месяц. По закону, иностранные граждане, осуществляющие трудовую деятельность на территории Российской Федерации, на основании патента уплачивают налог на доходы физических лиц в виде фиксированного авансового платежа. Учитывая то, что в Минокомпроектном развитии этот коэффициент установил, то рост патента будет на 20 рублей. По данному МВД России, по Ненецкому автономному округу по состоянию на 1 октября этого года в регионе осуществляют трудовую деятельность 714 иностранных граждан. Из них 499 работают по патенту. Сумма поступившего налога на доходы физических лиц в виде фиксированного авансового платежа составила 21,5 миллион рублей. Ольга Русул, Леонид Шишелов, Телеканал Север.